Девчонки, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено очередному заказу с Фоберлик. Делала я перерыв, по-моему, в месяц, ничего не заказывала. Но у меня закончился уход для моего лица. Мне безумно понравилась линейка Эйрстрим. И я решила попробовать другую, не менее расхваленную линейку, которую я вам сейчас покажу. Итак, девчонки, решила я попробовать хваленую всеми линейку от Вербены. Она очень знаменитая. И даже мой консультант, администратор, заведующий агентского пункта, очень расхваливала. Сказала, что это самая мягкая из всех линеек. Я решила взять ту, которую у нас Basic Line для всех типов кожи. Есть еще Велевет серия. Она более рассчитана на холодный сезон времени года, на зиму, на осень, на такую суровую весну. Вот. В этой серии уже у нас есть SPF, по-моему, 10 или что-то такое. Обратите внимание на какие у них красивые упаковки. Мне безумно это нравится. Я уже раскрыла, посмотрела, как они выглядят. Смотрите, какая прелесть. Вот. Как это все красиво оформлено. Я думаю, любой девушке будет приятно пользоваться именно таким зубиком. Поднимать настроение. Не перепутаешь, где ночной, где дневной. Очень, очень круто. Здесь написано против семи возрастных изменений. Я это все прекрасно знаю. И я не считаю, что мне еще нет 30 лет, да. И я уже пользуюсь такими тяжелой артиллерией, как сказать, да. Вот. Но я считаю, что ничего страшного в этом нет. И профилактика, она никому не помешает. Я решила все-таки попробовать, потому что эту линию действительно очень все хвалят. И вдогонку взяла такой вот тоник, очищающий для всех типов кожи. Он прекрасно пахнет. Крема я еще не распаковывала. А вот тоник уже успела протестировать на запах. Мне он понравился. Пахнет такими вот травами. Такой, вы знаете, цветочно-травяной запах. Очень приятный. Вот. Поэтому буду тестировать. Уже сейчас добиваю свою линейку от Airstream. И буду переключаться на вербену. Далее, что я заказала. Далее, это было ночное обертывание для шеи и декольте. Концентрированный клеточный ночной крем от Fibrillis Gardenica. Прочитала я про него. Очень было негативных отзывов много на его запах. Потому что девчонки говорили, что он пахнет таким старым СССРовским кремом бабушкиным. В общем, я не знаю, еще не нюхала. Этот крем помогает нам, препятствует появлению морщинок на шее. Потому что все вы знаете, что шея это такая очень область, которая стареет, как и область под глазами раньше, чем морщины на лице появляются. Поэтому я решила взять такую профилактику. Думаю, она не помешает. Увидела ее у мамы. Мама раньше заказывала ночное обертывание. Я протестировала у нее два раза. Мне безумно понравилось. Он такой, знаете, более насыщенный, более жирненький. Отлично увлажняет, питает кожу. Поэтому буду пробовать. Я вообще люблю такие все штучки, всякие обертывания, такие крема жирные. Допустим, нанести это все дело на ночь. Как я говорю, промаслиться хорошо на ночь, лечь и на утро все смыть. И будет вам счастье. Поэтому буду тестировать. Обязательно потом в пустых банках расскажу вам свое мнение об этом креме. Далее. Такой вот мне бонус дали. Это у нас гей для век. Это на Ботаника. Я тоже попробовала его уже на запах. Мне понравилось. А вообще эта серия считается у нас тоже такая, знаете, для более зрелой кожи. Вот. Гей для век, увлажнение и тонус. Ну вот я решила сделать такую мини-профилактику себе. Почему бы и нет. Это на Ботанику я пользовалась тоже у мамы. Когда-то оставалось ночевать. У нее все серии. Очень приятно пахнет. Хорошо увлажняет. Почему бы и нет. Давали мне это в подарок. Вот. Далее, что вам еще покажу. Осталось немного тут продуктов. Далее мне, кстати, вот такой вот бонус. Надо его будет использовать на следующую покупку. Посмотрим, что мне там приготовили. Далее. Что касается подарков. Еще мне дали вот такую вот систему. Это у нас спрей. Универсальный жидкий пятноводитель. То есть, когда у вас образовалось какое-то пятно в кофе, крови, да разное, в общем, грязи какой-то. Вы просто наносите этот спрей и легко вытираете. Я не знаю, как-то третий. Я еще не использовала, не читала, но очень много слышала отзывов на дом Фаберлик. Именно на серию, да. Что очень прекрасно выводится пятна, ухаживает за домом. Причем это все антиаллергические средства, да. У вас не будет аллергии на вот эти едкие запахи. В общем, буду пользоваться. Очень-очень мне интересно. Далее. Давно хотела попробовать вот эту вот штуку. Это у нас Airstream спрей лед. Очень много я слышала про него. Всяких отзывов очень классных. И на лето, что это просто невероятно. Вчера им воспользовалась. Он действительно очень хорошо охлаждает лицо. Я думаю, на лето это просто must-have будет мой. И что-то такое наподобие термальной воды. И можно не только на лицо наносить, можно и на волосы наносить, на тело, в общем, на пляж. Короче говоря, с утра, вечером, я думаю, это просто средство будет незаменимым для меня. Далее взяла еще два продукта. Это такой вот легендарный блеск для губ от Фаберлик. Цвет меня, конечно, разочаровал. Это был цвет какао. Почему разочаровал? Потому что не мой абсолютно цвет. Цветовая гамма очень темная. Здесь такая вот кисточка. Как-то он у меня очень темный. Очень такой, вы знаете, мне сразу старит, мне кажется, этот цвет. И плюс в нем еще такой, знаете, мелкодисперсный шиммер. Я терпеть не могу в блесках шиммер. Такой, вы знаете, именно... Такой мелкий-мелкий, такой противный. Я не знаю. В общем, мне кажется, это не очень красиво. И цвет, знаете, такой более какой-то мрачный. Не летний. В общем, на фото он выглядел совершенно по-другому. Но эти блески очень быстро разбирают. И, к сожалению, оставался только цвет какао. И еще какой-то розовый. Но розовый мне вообще не понравился. Он был такой, знаете, сильно яркий для меня. Вот, и я хотела заказать персиковый, но его не было в наличии. Пришлось попробовать этот. Не знаю, может, кому-то подарю. Здесь очень удобная упаковка. Вот, в принципе, оформление Фаберлик мне нравится. И взяла такой вот странный для меня продукт. Это такой вот скраб для губ. У него очень прикольная упаковка, как видите. Я им тут уже воспользовалась. Это было очень смешно, потому что, когда я вчера забирала свой заказ... Вот видите, здесь такие маленькие блесточки. Мне консультант говорит, такая прикольная штука. Вот нанес на целый день и носишь. А я еще думаю, наверное, что-то перепутала, потому что здесь написано скраб. Как можно скраб нанести на целый день и носить его тоже сутки? Я не понимала. И что я сделала? Я пришла и решила срочно протестировать. Намочила это все водой. Начала зачерпнула. Вот тут хорошо видно, как я зачерпнула. Это все дело нанесла на губы, растерла и смыла. И не могу понять, у меня вот кожа жирная вокруг рта. Губы мои абсолютно тоже какие-то жирные. Я не могу это все дело смыть. Как будто бы, знаете, вот просто масло размазала, сливочное с водой смешав. Ужасное ощущение. Короче говоря, потом залезла уже в интернет и прочитала, что оказывается, это просто надо наносить как бальзам. И за счет того, что здесь вот эти вот блестки, сахара здесь, кстати, вообще не наблюдаю. За счет того, что здесь такой вот шиммер, наверное, происходит скрабирование. Губ для меня это очень странный продукт. Я первый раз вижу такой скраб. Сколько у меня не было в скрабах, их всегда наносишь, смываешь, и губы потом мягкие, отшелушенные. Здесь это просто бальзам, который, как задумано, наверное, производителем, просто растворяется на ваших губах. Ну, как бы, я не знаю. Я нанесла, продержался у меня он где-то час, наверное. Ну, потом губы опять начали сохнуть. Поэтому, честно, я не понимаю смысла в этом продукте абсолютно. Ну, может, действительно, потом его распробую. Вот, ну, в принципе, он бюджетный. Из плюсов, наверное, все. Запаха никакого не имеет, что для меня минус. Потому что я любитель таких, вот, знаете, отдушек. И новый каталог, который, вам честно скажу, еще я не смотрела. Но он очень такой красочный, очень яркий. Вот, посмотрим. Он будет действовать только с понедельника, после праздника. В общем, буду все тестировать. Напишите мне, если вы чем-то пользовались из-за этого. Буду вам благодарна, что вы думаете по поводу этих моих покупочек. Спасибо вам за внимание. И всем пока-пока.